И еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Неприятное дежавю случилось у жителей Балков в поселке Белый Яр. Третий раз за год здесь происходит порыв труб теплоснабжения. И пока температура в домах людей понижалась, градус их недовольства только возрастал. О предновогодних чаяниях белоярцев расскажем подробнее. На нецензурную брань срываются с виду приличные люди. Говорят, накипело. Изношенные тепловые сети не оставляют надежды на спокойную жизнь. Отопление к Балкам провели в этом году уже в минусовую температуру. Тоже из-за порыва труб. Та же история была годами раньше. У нас эпопея продолжается. В октябре нам дали тепло, немного нас погрели, давление не дают. Тут батареи, вот дальние Балки еле тепло доходит. С 20-го числа начались порывы у нас по поселку. С утра отключат, к вечеру включат. На следующий день такая же ерунда. Люди обращались в районную администрацию, писали губернатору Югры Наталье Комаровой. Но безрезультатно. Письма возвращались адресатам. А дело в том, что Балков, в которых проживают, вернее, замерзают люди, по документам нет. Дома называют самостроями. Как так получилось, что жителей, исправно плачущих за коммунальные услуги, на балансе администрации нет, люди сами не понимают. Как будто мы отчальники какие-то. И это все вот пошло, пошло. Ну, вроде бы, что-то сдвинулось. Пока сдвинулось, когда до Комаровой записали всех, вот тогда начало двигаться все. Но, как было оно, так оно и есть. Тепла нет. У людей нет другого выхода, как спать рядом с обогревателем. Насколько это опасно, помнит весь город. Два года назад в поселке Взлетный заживо сгорела семья. Возможная причина – вспыхнувший ночью обогреватель. Между тем, пока шли ремонтные работы, у белоярцев успели остыть трубы и кончилась теплая вода. Звонила я сегодня в котельную к диспетчеру. Диспетчер сама в шоке. Говорит, ну, дала мне несколько номеров телефонов. Я ей сказала, что позвоню на телевидении. Она даже сказала, что мы за вас, звоните. Потому что, говорит, мы же сами видим, что над вами идет издевательство. На телевидении жители обращаются уже в третий раз. История попала в проект «Книга жалоб» в октябре. После выхода материала тепло жителям дали. Но трубы так и не отремонтировали. Куда обращаться дальше, жители и не знают. Готовы и к тому, чтобы отправить свои просьбы и возмущения в правительство России. И даже пробовали дозвониться до Владимира Путина на прошедшей пресс-конференции. Но не получилось. Сегодня отопление у белоярских жителей Балков появилось. Но, видимо, временно. Возле некоторых домов опять порывы труб. Дарья Давыдова, Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Телепроект «Книга жалоб». Первая социально значимая программа в городе. Для тех, кто столкнулся с несправедливостью и беззаконием. Кто готов бороться за свои права.